За прошлый год меня очень часто просили, переустанови мне Windows или помоги с установкой Windows. Я понял, что эта тема является очень актуальной и снял для вас, мои друзья, видеоролик, который четко объясняет, как переустановить Windows. В нем мы пошагово рассмотрим запись флешки, настройку BIOS и сам этап установки Windows. А также в конце покажу вам маленький лайфхак. Собственно, смотрите видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видеороликом. Чтоб все больше людей знали, как правильно переустанавливать Windows. Самое главное, что нам нужно иметь для установки Windows, это ISO образ той самой Windows, которую мы будем устанавливать. Вот она имеется у меня уже скачанной. Ее нам нужно записать на флешку, но не просто, нам нужно создать загрузочную флешку. Для создания загрузочной флешки нам нужна вот такая программка UltraISO. Ее можно скачать, она условно бесплатная, ссылочка будет в описании к видеоролику. Скачиваем эту программу, устанавливаем и запускаем. Для того, чтобы записать этот образ на флешку, нам нужно в этой программе его открыть. И его вот открываем. Для записи заходим в пункт самозагрузка, записать образ жесткого диска. Вот у нас появляется такое меню. В этом меню нам нужно выбрать, на какую флешку мы будем ее записывать. Выбираем флешечку нужную. Обращаю ваше внимание на то, что все данные на флешке будут автоматически удалены. Поэтому, если там что-то есть у вас цены, сохраните на компьютер. И нажимаем кнопочку записать. Нас опять же предупреждают, что вся информация на флешке будет из рта. Уверены ли мы? Конечно же. Начинаем. После записи программа нам просигнализирует. Запись завершена. После этого мы можем начинать настройку BIOS и установку Windows. Итак, включаем компьютер. И нам нужно войти в BIOS. В нашем случае нужно нажать сразу при запуске клавишу F2. В вашем случае возможны варианты. Так, в темпе BIOS загрузится. Вот так вот выглядит BIOS. Очень попрошу здесь ничего не менять, кроме одного пункта, который я вам покажу. Особенности не ставить никаких паролей. Итак, нам нужно найти пункт BOOT здесь и поставить нашу флешечку на первое место. Вот она уже стоит. Нажать клавишу F10, сохранить и войти. И сейчас, после начального экрана, сверху слева мы должны увидеть, что стартует запуск с флешки. Вот так и есть. Нам предлагает выбрать, в какую установку мы заходим. Windows 10 64 бита, конечно же. И перейти непосредственно к установке Windows. Нажимаем ОК. Выбираем язык. Здесь все стандартно, потом каждый поменяет по своему усмотрению. Нажимаем Установить. В нашем случае здесь на флешке много разных операционных систем Windows. Мы выбираем Windows 10 профессиональную на 64 бита. Нажимаем кнопочку Далее. Принимаем пользовательское соглашение. Нажимаем клавишу Далее. В пункте Тип установки выбираем выборочная только установка Windows. Не пугайте, что это только для опытных пользователей. Итак, мы перешли к разделу выбора диска для установки Windows. Нам нужно выбрать самый первый большой диск. В нашем случае это диск 0, раздел 2. На нем 59,5 гигабайт. Выбираем его. Нажимаем клавишу Отформатировать. Потому что мы хотим полностью уцелить все, что есть на нем. И заново установить Windows на чистый диск. Нажимаем клавишу Отформатировать. Нажимаем ОК. Система отформатировала наш второй раздел. Это диск C. Теперь мы нажимаем клавишу Далее. Выбираем его, конечно же, и нажимаем клавишу Далее. Далее Windows подготавливается к установке. Следующий процесс полностью автоматизирован и не требует нашего вмешательства. Нам нужно дождаться только завершения установки. После копирования всех файлов, компьютер попросит вновь перезагрузиться. Перезагружаем его и, конечно же, вынимаем флешку, которую у нас установлено. После этого компьютер загрузится уже с винчестера и пойдет Далее процесс установки. Ключ мы введем позже. Если он у вас есть, вводите его на этом шаге. Нажимаем здесь сделать позже. Далее мы подключаемся к сети Wi-Fi. Рекомендую это сделать, поскольку Windows 10 сама установит все необходимые драйвера для вашего компьютера. Используем стандартные параметры. И, конечно, ждем еще. Может минутку, может секунду, а может и вечность. Если это Windows и ваш ноутбук или ваш компьютер, все зависит от вашего железа. Так, кому принадлежит компьютер? Это частный компьютер, значит этот компьютер принадлежит мне. Нажимаем Далее. Если у вас есть логин и пароль к учетной записи Microsoft, вы можете ее здесь использовать. Если нет, просто пропускайте этот шаг. Далее нам нужно назвать компьютер и ввести пароль. Если он вам нужен, вводите. Если нет, просто пропустите. Назовем компьютер незамысловато, просто ПК. Пароль мы не вводим, нажимаем клавишу Далее. Можно сказать, что основные настройки мы уже ввели. Остались только маленькие нюансы. Это настройки тем оформления Windows. Также есть еще несколько пунктов, которые я рекомендую выполнить после установки Windows. Первый из них это проверить, все ли драйвера установлены в системе. Для этого нам нужно найти диспетчер устройств. Диспетчер устройств, открыть его. Те пункты, которые будут отмечены знаком восклицания, указывают на то, что драйвер либо не установлен, либо отсутствует. Для его установки существует несколько способов. Первый способ стандартный. Обновить драйвера через Windows. В нашем случае не удалось найти драйвера, поэтому лучше всего использовать второй метод. Это перейти на официальный сайт производителя вашего ноутбука, либо устройства и скачать последний драйвер там. Также, если у вас в системе установлен дискретный видеоадаптер NVIDIA либо Radeon, рекомендую вам перейти на официальный сайт этих производителей и скачать последний драйвер там. Ссылки я оставлю в описании, чтобы вам было проще найти. Спасибо за просмотр ролика. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Также, если у вас есть еще какие-нибудь актуальные темы, пишите про них также в комментариях, и я постараюсь снять у них отдельный видеоролик. Не забывайте ставить лайки, делиться видео, и, конечно же, подписываться на мой канал. До новых встреч!